Ас-саляму алейкум, мурахмату ллахи ва баракату, братья и сестры. Хочу опять вернуться к хлебу. Вот около полтора года, как я отказался от мучных изделий, от хлеба, я получил больше, чем потерял. Во-первых, я получил хорошее здоровье, избавился от многочисленных проблем со своим здоровьем. Уж я стал, общее мое самочувствие улучшилось. А конкретно я забыл, что такое изжога, забыл, что такое проблемы с пищеварением. У меня очень часто появлялись всякие язвы во рту. То есть я просто не могу сейчас в одном коротком ролике все это перечислить. То есть в общем я стал чувствовать себя намного лучше и стал здоровее. И вообще я стал очень редко, практически за последние полтора года я забыл, что такое простудные заболевания, за редким исключением, когда один-два дня у меня были какие-то легкие симптомы, которые также очень быстро у меня прошли. Но вместе с этим я заранее скажу, что я отказался, конечно, и от сахара, и от всего, что содержит сахар. После просмотра прошлого ролика о современном хлебе в комментариях я обнаружил очень много вопросов. Как же жить без хлеба? Что же делать без хлеба? Ну вот как человек, который был очень зависим от мучного, я вам скажу, что проблема вообще не существует. Человек может даже лучше жить без хлеба. Достаточно некоторый период перетерпеть, пока тяга к углеводам пройдет. Это всего лишь где-то месяц-полтора. Вот за этот период вы можете очень легко отойти от зависимости мучных изделий. И хочу сегодня подытожить тот ролик, который вызвал такой широкий резонанс. Что бы я посоветовал в связи с такой ситуацией, в связи с тем, что наш современный хлеб является причиной очень многих наших проблем со здоровьем. Возвращаясь к этой теме, говоря конкретно о белом хлебе. Хлеб из высшего сорта, белой муки я никому не советую. Я призываю всех отказаться однозначно от белого хлеба. Те люди, которые вообще не имеют никаких проблем на сегодняшний день с проблем со здоровьем, это молодые люди, спортсмены. Они, конечно, им тоже здоровье очень, проблемы со здоровьем они неминуемо наступят у каждого человека. Заранее я бы им посоветовал всем знать, что современная мука и весь этот ассортимент хлебобулочных магазинов — это все источники наших болезней. Учитывая это, употреблять его намного меньше, снизить до минимума употребление хлеба в рационе. Так как мы дагестанцы очень сильно зависимы от мощного, мы очень любим есть хлеб. С чем только некоторые люди не едят этот хлеб, любим хлеб, любим хинкал, любим чуду, курзе и так далее. Поэтому я бы им посоветовал для того, чтобы они не получили в наследство от своих предков такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые проблемы, чтобы они изменили свой рацион. Во-первых, хотя бы уменьшили в разы употребление мучного. Ведь благ, дарованных нам Всевышним Аллахом в качестве питания огромное количество. Дело в том, что мы стали рабами своих же привычек за столом. Мы когда говорим, что порой, когда я говорю людям вот этого нельзя, вот этого нельзя, я считаю на пальцах несколько вещей. А что же есть, спрашивают. Разве мало того, что нам Всевышний Аллах даровал из еды огромное количество, а то, что сегодня представляет нам угрозу нашему здоровью, это несколько вещей. Я начинаю неспроста именно с мучных изделий, потому что диетологи говорят, что вред хлеба, вред мучных изделий порою превышает вред самого сахара. Поэтому я решил начать именно с мучных изделий. А как, существуют ли альтернативы? Есть ли рецепты здорового хлеба? Их огромное количество. Вы в Ютьюбе, в интернете можете найти огромное количество рецептов хлеба из миндальной муки, хлеба из кокосовой муки. То есть различных вариантов огромное количество. Для того, чтобы готовить этот хлеб, не требуется такой большой смекалки. Есть огромное количество продажи готовых смесей для готовки этого хлеба. Но сейчас я хочу вам предложить один рецепт безопасного хлеба, который я узнал от известного египетского ученого, диетолога Мазин Ас-Сапка, который предлагает в качестве здоровой альтернативы для людей, которые не хотят отказаться от хлеба. Следующий рецепт. Хлеб ячменный. То есть он предлагает 70%... Подготовить вот такую смесь. 70% будет ячменная мука, 20% будет цельнозерновая мука, и 10% мы добавляем в белок. Наиболее доступный, недорогой – это чечевица. То есть мы делаем чечевичную муку. 10% чечевичной муки. И вот из этих трех ингредиентов мы делаем наиболее безопасный и наиболее здоровый хлеб. И если мы испытываем проблемы, страдаем болезнями, такими как сахарный диабет и так далее, ожирение и так далее, то есть можно здесь в качестве места воды можно использовать отвар корицы. Одну палочку корицы сварить и на этой воде сделать тесто вот из этих трех ингредиентов. Можно его готовить на кефире, там как угодно, главное, чтобы хлеб был вот в таких вот, из такой смеси. Вот этот хлеб, он будет наиболее безопасным и в любом случае этот хлеб также употреблять, конечно, в меру. То есть любая пища, так как к ней применяется аят священного Корана, где Всевышний Аллах говорит, вы ешьте и пейте, но не расточительствуйте. Да поможет Всевышний Аллах нам оставаться здоровыми и баракатного Рамадана всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова